добрый день поступил следующий вопрос человек страдал депрессией умеренной степени тяжести подтверждалось прохождением тестов курс антидепрессанта залов 50 миллиграмм кантиноповеденческая терапия 14-15 сессий спустя более полгода после завершения терапии снова появилась подозрительная меланхолия однако прохождение тестов оценки депрессии больше не показывают результаты которые результаты не подтверждают наличие именно депрессии или тревоги первый вопрос заключается в том мог ли опыт кантиноповеденческой терапии настроить мое мышление таким образом что опросники больше не могут являться эффективным способом оценки состояния если другие доступные способы понять не является моя нынешняя меланхолия очередным депрессивным эпизодом на самом деле опросники в принципе все практические инструменты оценки депрессивного состояния имеют именно такую структуру они сами по себе в принципе не могут быть использованы как абсолютно диагностический инструмент они в большей степени существуют для квантизации оценки то есть для возможности указания на выраженность депрессивной симптоматики в баллах это ценно для написания статьи это ценно для статистики это ценно для научной работы но это не всегда ценно и не всегда обязательно для работы собственно с клиникой то есть конкретным данным живым пациентам естественно когда вы получили определенный опыт в принципе депрессивного состояния во первых а и когнитивной поведенческой терапии во вторых понятно что ваша оценка состояния ваше восприятие этого состояния ваша оценка текстов вопросов которые используются шкалах оценки депрессии тревоги она претерпела некое изменение и возможно вполне возможно что баллы по шкалам будут теперь ниже чем были раньше когда вы еще не имели этого это не является чем-то уникальным это не говорит о том что у вас теперь меньше депрессии или больше депрессии больше или меньше чувствительность к опросникам или еще что то такое просто когда человек уже в теме когда человек чем-то знаком то использование того же диагностического инструмента становится проблематичным если тематически оперцептивный тест для человека который видит его впервые действительно является ценным инструментом то использовать его по отношению к психологу или психиатру практически бессмысленно потому что значительное количество интерпретации если не подавляющее большинство этот специалист знает и соответственно не говорит то что реально существует на самом деле а говорит это все с учетом своих знаний соответственно то что будет получено в результате будет абсолютно не иметь никакой ценности в плане диагностики ну если только он каким-то волшебным образом не может отключить свои профессиональные знания и действительно говорить вот чисто на эмоциях интуиции как вот он может делать без профессионального профессиональных знаний профессиональной деформации профессиональной включенности но я слабо представляет можно сделать то же самое здесь то есть по мере получения опыта по мере знакомства с тем или иным тестовым материалом том числе естественно опросником опросником особенно потому что по тексту вопроса понятно что имеется в виду и с учетом вашего опыта кпт понятно что ваша оценка собственно когниция да и оценка поведения изменилась определенным образом поэтому первая часть вашего вопроса до чувствительность к тестам у вас могла измениться даже не обязательно когнитивно поведенческая терапия просто депрессивный опыт и использование этих тест уже для этого достаточно вторая часть вопроса какой-то другой инструмент который может подтвердить она не является ли ваше текущее состояние депрессивным эпизодом я бы рекомендовал вам прежде всего отталкиваться от своего самочувствия то есть если вы чувствуете себя плохо если вы ощущаете что у вас постепенно нарастают вот эти вот глобальные компоненты депрессии снижение физической активности снижение психической активности снижение настроения ну там появление тревожности отсутствие удовольствия от ранее приятных видов деятельности трудности выполнения повседневных задач нарушение аппетита сна и так далее опять-таки вы с ними совсем знакомы если вы видите что все это либо частично либо полностью присутствует имеет тенденцию к нарастанию и нарастает уже на протяжении там несколько двух-трех-четырех недель то в принципе если за месяц нету положительной динамики а есть отрицательная динамика то это уже однозначно повод для обращения врача а дальше собственно пусть у него голова болит как это определить как рецидив как депрессивную реакцию либо там остена депрессивную реакцию малый могут быть вариант нужно ли начинать терапию антидепрессантами может быть можно обойтись препаратами короткими с короткими курсами лечения вариантов масса но в любом случае надеяться на какой-то волшебный механизм даже вот тест покажет депрессию значит депрессию или вот сейчас любимый всеми анализ серотонина в периферической крови который вообще по большому счету ничего не отражает будет у меня хороший серотонин значит это не депрессия да пусть я на еще где бы мне повеситься но нет серотонин хороший значит точно не депрессия это неразумно отталкивайтесь от своего самочувствия от своего состояния если вам плохо если вы видите что как вы говорите нарастает подозрительная меланхолия и это происходит на протяжении уже не одной недели то в общем-то максимум максимум сколько можно ждать и терпеть это месяц после этого уже однозначно надо обращаться за помощью к специалисту хотя если состояние некомфортное и достаточно тяжелое то в общем-то дать в принципе не нужно чем раньше придете тем быстрее могут быть предприняты шаги по коррекции состояния дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и нашем канале на портале youtube.com всего вам хорошего до свидания